Благослови Господи, Благодаря. Пожалуйста. Я приехал из Тимира, поселка Тимиртау, Кемеровской области, и задать хочу несколько вопросов Игнатию Тихоновичу Лапкину. В интернете много говорится о том, что не соответствует действительности с его настоящей жизнью. То есть там люди выдумывают и предполагают, что он такой-то, такой-то, а он на самом деле совсем другой. И вот я хочу задать несколько вопросов. Действительно ли так соответствует ли то, что говорят люди о вас в интернете, с вашей действительностью, с действительностью, как вы живете? То есть вы получаете... Погромче говорю, что наслышал в дом. Вы получаете за свою деятельность благовестническую какие-то деньги там, или выпускаете книги, вам платят. Или не платят вам. То есть объясните, откуда вы берете финансы для того, чтобы вы производили эту деятельность благовестническую, ездили по стране, распространили книги и дарили, причем бесплатно, библиотеки. Как вот это вы можете... Сказал им, откуда ты приехал-то? Да. Ну вот из интернета что дают рассмотреть, я коротко буду пояснять. Тем более сегодня, вот после того, как с отцом дьяконом Андреем Кураевым произошло его увольнение из Московской духовной академии, в Йожевом журнале, там столько написано, я частично могу даже показать, комментарии так называемые. Люди совершенно не заботятся о том, что будет суд Божий. В Евангелии написано, за всякое праздное слово дадут отчет, где он сюда праздное. Просто, ну говорил, оно ни к силу, ни к городу. А уже клеветническое, это уже не надо ничего говорить, участь лжецов в озере Огненном. Откровение 21-27, считайте апокалипсис. Дьявол есть лжец, и отец лжи. Самая маленькая неправда. Ты должен был бы вдруг содрогнуться, ты же верующий. И сказать, как же я так сказал-то? Понимаете, ты бы обжегся, это другая температура совсем. Человек даже не понимает. Начинает говорить, ну я не знал. Я говорю, а ты кто такой? Ну я архимандрит. А что тебе знать-то надо было? Почему ты мою жизнь исследуешь-то? Ну вот я, да ты не исследуешь, ты говорил с кафедры. Я встречаюсь с одним бывший прокурор, помп прокурора района, вот, Бурдин, отец Николай, на южном был здесь. И вот он там в собрании, там храм настоящий, и он в храме говорит. Хотя имена в храме не называются, и Анзлатоуз говорит. И причину показывает, какую. Они зримы, мы врачуем, как бы в обобщенном виде говорим, а человек понимает и принимает к сердцу. А вы знаете, вот Лапкин такой-то. Кто-то знает, кто-то не знает. Так он что? Он на американский доллар закупил все телевидение в нашей стране? О нем фильмы ставят? Так это не все. Что он там в лагере делает? Это детский лагерь-то. Это с кафедры возвещает он, такой мужчина, видно из себя. Да еще это что? Жену оставил с молодой, с харисткой там, убежал за границу. А наши люди там, когда батюшки нет, они в храме ходят. Они приходят и говорят, я в храме едва удержалась. Женщина одна говорит. Да как же он может врать-то? А я здесь же в Барнауле живу, у жены рядом. Ну что я буду доказывать? Ну что, анализы у жены брать, ДНК или как доказывать? Да зачем это мне нужно? Если человек лжет и на него подают в суд за клевету, за подрыв моей деловой репутации, я не должен доказывать, что я хороший, не такой. Он должен доказать обвинение. Ну, кто связан с юриспруденцией, они знают. И то, что здесь говорится, я могу только сказать, да или нет. Или сказать отчасти. Видел этот человек меня или нет. Ну, другого-то нету в мире. И вот, евангельские православные, история Мирянина и проповедника Игнатия Лапкина. Да, я проповедник Мирянин. Из США нащупали. Считай. Друзья, очень интересный материал я посмотрел у моего друга Вадима, когда был в Чикаго. Кто такой Вадим? Протестант. Очень хороший человек. В данный момент, вот когда говорим, видимо, он уже доктор богословских наук. Очень добрый человек. Я с ним не встречался, ну, высылал книги, которые ему, там он помогал в Америке открыть мне параллельный сайт. Потому что я боюсь, как бы еще ни сделали лютые волки, нещадящие стадо, которые говорят привратно, чтобы увлечь учеников за собою. Деяние 20 глава. Вы поймете, о ком речь идет. Ну, а его один и говорит. У Вадима нашел. Что он говорит? Нашел. Это история и жизнь православной общины в селе Потеряевка во главе Игнатия Лапкина не священник. Они вроде бы как относятся юридически к зарубежной или катакомбной православной церкви. Ну, я по порядку буду говорить по странице. В первую очередь, я никакой главой не являюсь и не живу в Потеряевке. Ну, он-то в Америке этого не знает. Никакой здесь клеветы нет. Ему такие данные поступили. А данные эти он взял с интернета. Я его не знаю, я его не встречал. Не знаю даже, как его звать. Дальше, что он пишет? Интересный человек. И интересная вот там у них жизнь. Сам он из Барнаула. Из Барнаула. Правильно. Прошел ГУЛАГ. Правильно, сидел я несколько раз. Был в пяти тюрьмах, в лагере. За слово Божие. В обвинение ставился архипелаг ГУЛАГ. Ну, не буду я говорить, я не был в тюрьме. Ну, я каторжник, да. Ну, и что? Ну, я реабилитирован. Моя какая вина? А мне, священники, а ты в тюрьме был? Да, был. Николай Чудотворец был, Христос был в тюрьме, Павел был. И что? А вас-то куда приписать-то? Так за что я был-то? Мое дело-то напечатанное, оно в книгах есть. Недавно как-то было, ну, недавно, это года два назад, Новый мир журнал напечатал, что ровно 30 лет прошло с тех пор, как появились первые главы архипелага ГУЛАГ, которые напечатали в Новом мире. И прям сразу же было опровержение. Это неправильно. Православный проповедник Игнатий Лапкин из Барнаула, российская газета напечатала, ровно на 10 лет раньше Нового мира, первой в стране, полностью не главы, распространил архипелаг ГУЛАГ и наполнил всю страну буквально. Как? Так, я начитал их. Это 9 катушек. Ну, кто не знает, архипелаг ГУЛАГ, как, сколько? Я скажу, 66 часов. Так, размеренно говорить. Этот человек впервые показал мне напагубность той системе, в которой я нахожусь. Вот примерно в таком, 66, ну, с минутами там, с какими-то еще. Ну, чтобы сравнить, а с чем можно сравнить? Ну, Новый Завет, прочитайте. 24 часа чтения. А вся Библия там, ну, 89 часов с неканоническими книгами. Ну, так примерно сравните. Я все это начитывал? Да, действительно, я начитывал. Да, мне это было поставлено в обвинение. Теперь-то официально речь идет о преподавании в школах. Книга продается свободно. На похорнах везде присутствует президент, премьер, министр, когда умирал Александр Исаевич. Я страдал за его книгу. Я на деле проверил, так ли он пишет. Я хотел узнать. Действительно так. О чем он пишет. Дальше. Я так понял, знал многих баптистов. Обращение к Христу у него было настоящее. И он так и проповедует. От смерти в жизнь. Его, как мне сказал один брат, пускали проповедовать даже к баптистам. Но там пошел отток к нему и тогда запретили. Действительно так. В разных городах столичных, как Киев, Харьков, там, ну, другие, там, в фронте, где я проповедовал. И Господь, ни я, повторяю, ни я, сеющий и поливающий ничто. Я говорю громко, простите, кто кому-то это не вмещается. Я глухой. Ну, то есть, ослабленный слух и глухие, они говорят громко, чтобы и ему говорили громко. Я уже ничего не могу сделать с собой. Вот. Говорю тише, мне кажется, а люди не слышат. А теперь они не слышат. Говорят, да говорил бы громче, я бы мог убавить-то на динамике-то. Громкий-то звук можно уменьшить-то. А если тихо, на полную мощность, а что так? Да вот сидел, стопел про себя. Я уже и это поясняю как. Я проповедовал. Действительно обращалась с десятками людей. Один раз было так, что я проповедовал у баптистов. Большая община, 450 человек примерно было. И стал пристить и рассказал. Мы готовы сегодня же все принять православие. Я не говорю дальнейшее, как было. Все начинают метаться, как возвращение домой Питера Гилквиста. Не удивляйтесь, что 2000 человек пришло. Священник-миссионер, больше всего опирающийся на Слово Божие, чем другие, которые более известны, как Осипов, Смирнов. Это Олег Стеняев. Он к нам приезжал, был у меня в лагере. И он говорит необыкновенно успешной миссионерской проповеди Игнатия Лапкина. Это его слова, не мои. Он мне дает характеристику. И к нему можно прислушаться. Он миссионер настоящий. Если он обо мне отзывается так. А мне сравнивать не с кем. Я был в то время один в России. Никого не было известно. Я ничем не связан. И вот это стало им известно. Вот. Пускали к баптистам. Проповедовал. Обращались. Обращались, принимали крещение. Становились православными батюшками. Сразу добавлю. Я 51 лет. 51 год. Православный проповедник-миссионер. В тысячах мест я проповедовал. Во всех воинских частях, которые у нас тут, наверное, в Сибирском округе. Во всех отделах милиции. Десятка школ. Масса университетов. Заводы, фабрики, телевидение, радио, метро, Третьяковская галерея, Исаакиевский собор, Кремль в Москве. У меня нет места. Даже какая-то там маленькая фабрика. Иду я в другом городе. И я там проповедовал. Меня Бог избрал на это. Прокуратура, КГБ, заключенные, ЛТП. Ну, нет ни одного места, где бы я ни проповедовал. Бог дал мне силу. На сон у меня два с половиной часа уходил. Два с половиной. Я специально довел до этого состояния. Я люблю жития святых. Ну, и какая моя в этом вина? Да кого себя показывать? Я не буду показывать. Я не считал. Все на этом кончилось. Ну, люди во всем мире слушают. О чем говорить? Ну, обо мне пишут. Я должен что-то сказать. Обращение ко Христу было настоящее. Почему? Я говорю, 27 сентября 1962 года в 17.00 я покаялся. Я с детства был верующим. Но Евангелия не было. У меня Евангелия не было. И понятие было на православном уровне. Богородица выше Христа. Почему? Она мать. Я по-человечески рассуждал. Бог давал мне знания. Но это другая область. Я тут ниоткуда не мог ничего узнать. Брал атеистическую литературу, барашюрки. Брал два экземпляра. Потому что с одной стороны бывает божественное. С другой я с одного выбежу, с другой. А потом отдельно склеивал. Но уже тогда я видел, на что ссылается Осипов. А тогда был Александр Александрович. Это был... Да. Не с вером. Согласен. Не знаю, это с батюшкой говорить надо. Не знаю, я ему скажу. Видимо, да. Можно прийти, только больше пораньше, чтобы... Ну, это я говорю так, потому что только это не моя прерогатива, батюшкина. Все. Отошел, да? Болеет и может прийти сразу. И у нас исповедь идет с вечера. День. Вот приехали люди исповедоваться. А она не может. Только утром. И живет там вдалеке. И как может? Ну, как? Исключение батюшка делает. Это в отдельной комнате. И вот я обратился, когда Евангелие попало в руки у баптистов. Тогда они были вместе с 50-ти. Так это 50-ствующие, с языками где-то. Я только получил там Библию. Больше я ничего не получал. Ни языков. Я ничего этого не... Я получил Библию и вышел в этот же день. Вот поднялся и вышел. Ну, не Библию получил. Одно маленькое Евангелие. Но и Библию я уже в глаза увидел. И там я впервые услышал проповедь Ярла Николаевича Писи. А потом меня будут когда-то осудить. У меня чистых будет только конфисковано. Сто тридцать шесть часов его проповедей. Это я попутно хочу сказать. И вот я проповедовал баптистам. У них начался отток. Ну, а потом мне запретили. Здесь все сходится. Дальше. О фильме «Златоуст и спотеря». В любом случае. В любом случае я выложу фильм, занявший первое место в России на киноконкурсе документальных фильмов. О православии «Златоуст и спотеряешь». Правильно. Вот говорят, вот ты лезешь, сюда фотографируешь. Вот никогда не звонишь. С утра не звонили. Говори. Хорошо, дадим. Муки надо. Дадим. Вопросов никакой нет. Я очень богатый. Лагерь, когда заканчивает работу, я добываю кое-что. А зимой-то мы нуждающимся все это раздаем. Как отец Геннадий Фаст, как он себя везде называет моим духовным чадом, это даже мне и то неудобно слушать. Я с ним никто. Ну, обратился в моем доме. И он говорит, Игнатия спасает его безупречности. То есть меня враги ни с какой стороны не могут ущипнуть. Ни богатства, у меня ничего вообще нет. Это сказать, чтобы другие напрасно силы не напрягали. Я неуязвимый для вас. Я нигде не профессор, ни никто. И вот Золотовский Потеряевский. Однажды батюшка, мой брат, отец Аким, он служил в Тобольске, а там снимался фильм «Преображение». Этот фильм снимал Малашин Юрий Николаевич. Это студия «ОПь», город Новосибирск, документальных фильмов. Около ста фильмов сняли. Его называли «Мозг» их студии. Это государственный фильм. Вот на таких катушках там снимали когда. И вот по телефону звонит он, брат мне. Вот режиссеры снимают фильмы. Услышали там от Фаса, услышали от Бурдина. Кто в фильмы попал-то? Чтобы вы там были-то. А зачем мне это нужно? Я вообще с киношниками дел не имею. В кино не ходил. Зачем мне, когда я иду по людям, проповедую? Что за съемки такие? Не фотографии, ну редко где, может одна-две сохранились. Потом жизнь изменится. Ну, меня уговаривают раз, я отказался. Второй раз, я снова отказался. И третий раз буквально уже с поклоном. Ну, пожалуйста, ну встретись там, ладно, уж снимут, не снимут. Ну, хоть расскажете, как это. Ну, ладно. А потом будут говорить. Этот фильм вообще бы места никакого не занял, если бы не Лапкин. Он вытащил этот фильм. И фильм этот занял первое место в стране. Там профессора в ГИКа, три епископа православных были, жюри, которые назначало. Это что-то стоит. Но при чем тут я? Сеющий, поливающий. Посмотрите, он стоит на нашем сайте. Кисть, я не один, народ, друг. Да просто, смотрите, сайт Игнатий Лапкин. И вдруг занимает первое место. Так это не все. Это Малашин снимает. Но точно так же мне звонят, просят, упрашивают неоднократно. И приезжает студия Красноярская. Она как филиал Свердловской студии документальных фильмов. Кинорежиссер Кузнецов Владимир Сергеевич. И снимает фильм, и называет его «Пречувствие». Я один и тот же. Ни одного слова я не исказил. Откуда? Ну, сняли, сняли. Да мне даже некогда. Да я даже их звать-то одного только узнал. Как звать-то? И они опоздали. А был международный конкурс в Югославии. Золотой Витязь. Там уже распределили первое место, второе, третье. Когда они приехали, им говорят, да вы опоздали, голубчики. Ну, посмотрите хотя. Тогда созвали, говорят, еще посмотрим. Ну, давай там. А у них документальные фильмы 45 минут. Больше нельзя. 46 уже не примут. Они смотрят этот фильм. Ну, представьте, международный. Я сижу где-то в Потеряевке с ребятишками. Знать не знаю. Мне сообщат, может, через год только. Когда они посмотрели, то этот фильм столкнул все остальные. Занял первое место, который первым на второе. А который на второе, на третье. Ну, а тот уже ни на какое. Это что? Колдовцов какой или что? Фильм занял первое место на международном киноконкурсе среди документальных фильмов о православии. И главным героем выведен опять я. Ну, а какая моя вина в этом? А вы говорите, я вообще не говорю и не знаю. Чего так умирает? Я не понимаю. У нас вот фильм снимали о погибшем. Он тогда был, я не знаю, как артист ему назвать, Евдокимов Михаил Сергеевич. Потом губернатор Алтайского края. Друг Владимира Владимировича Путина. Когда он погиб в автокатастрофе, решили снять фильм. А повестили, сколько там требуется, миллионов. И тут, не знаю, там они, администрация, наверное, дал. Фильм сняли. Ну и где он? Я ни одного человека еще не встретил, кто этот фильм смотрел. Даже я в Барнауле, и он тут жил, пойди. Снять-то можно. Но кто его будет смотреть? А далее-то первое место на международном. Первое место в России, второй фильм-то. Ну, ясно, что подкупить я не мог этих людей. У меня ни денег, ничего нет. Дальше вы видите, какие идут встречи. Люди меня ищут, и я их ищу. Я живу, где нет телефона. Тогда, по крайней мере, не было. И дальше он говорит, я нашел еще. Еще крещение у них там, лагерь детский и общинная жизнь. Это какой-то юноша-баптист в Соединенных Штатах. По порядку считай. Вся молодежь так очень благочестиво себя ведет и живет. Проповедует он конкретно и радикально. Есть что рассказать и вспомнить ему. Это они говорят в Америке. Ну, вот я говорю, есть что рассказать и вспомнить. Моя биография корявая, необычная. Обычная, ну, что я могу сделать? Опять же, как-то обвиняли Васильева Дмитрия Дмитриевича. А вот он там организовал память. Память. Организацию. Ну, как вот ЛДПР, допустим, Жириновский. Он говорит, я ее организовал. И поэтому, что я говорю, зачем меня образать-то? Сделайте вы этот. И этот Васильев однажды выступал и говорил, да, я фашист. Я этим, я интересен для народа. Понимаете? На всю страницу, на газетах, я фашист, этим я интересен. Я говорю, я христианин, этим я людям не интересен. Но Господь делает так, как говорит Иоанн Златоуст. Слава, почесть, имеет особое свойство, это красавица. Вот кто за ней гоняется, она от того убегает так, что не догонит ее ни один бегун. Даже за платья ее не ухватит. А вот кто от нее убегает, она затем гонится, и она его хватает за бороду, за штаны, за лапки его, за стоптанные сапоги. Она его все равно не отпустит, она его целовать будет. И что, это Златоуст правильно сказал? Правильно. Я вот проезжаю когда с книгами, ну видно какое, 75 лет вот мне уже скоро исполнится. Что спрашивать-то? На себя в зеркало лишний раз не посмотришь-то. Фотографируются, такие женщины, там девушки жмутся, можно я рядом встану? Я уже на крыльце прощаюсь, она мне на ухо, а можно я вас поцелую? Вообще. Вот, да даже выговорить нельзя. Кого целовать-то, ты посмотри. Щучело огородное, трухой набитое. Прямо даже смешно. И этому завидуют. Эта слава гонится за мною, на весь мир. Поехал в Америку, а везде мы это фильмы видели, увидели, я там ездил где. Вот. В каждом метро в Москве продавали эти фильмы. Миллионы получили. Мне говорят, а вам сколько отстегнули? Я говорю, за что? За фильмы. Ничего я не знаю, отстаньте от меня, окаянные. Мне до того это уже надоело. Ни копейки, ни рубля мне никто не давал за фильмы. Ну нету. Так это не просто фильм, а престижный. Они принесли благословение нашей стране. Как на нас стали смотреть? Назвали искорка возрождающейся России. Так меня назвали суперпатриотом. Что детьми, заключенными в тюрьмах. И чтобы люди были другими. И такие правила там, профессора, академики. И они не могут возразить, а только слушают. А у меня нет образования. Я никто. Я пастух и сторож и печник. Все. А какие были другие специальности, это не имеет значения. Дальше. Пока что покопался в инете и нашел информацию со стороны. Об его обращении и вообще пути. Так, кто это пишет? Это пишет Ксения Деннон, директор Кестенского университета из Лондона. И она приехала специально из Лондона в Потеряевку, на навозную кучу. Ее из Останкина привезли. Так а почему не в Краевую администрацию? Почему не в Красноярск, не в Иркутск? Не знаю я. Она еще не уехала. Уже телевидение Германии звонит. Встретиться хотят со мной. Телевидение из Германии? Понимаете, ужас один. Иду около вокзала, встречается один из самых лучших, кого я знал, корреспондентов. Писал такие статьи о нас. Черников, Александр Тихонович. Гляжу, такой разбитый. Я говорю, а что, Саша, с тобой? Не может сказать слово, что мне заказ сделали на вас. А какой? Ну, радиостанция «Свобода». Вы знаете, это не московская. Сделала заказ на вас, чтобы написали статьи. Написал я статью. Они избрали его. Я говорю, а какую? Ну, негативную. Так он к нас в лагере был. Ну и что? Ну ничего, два месяца прошло. Меня спрашивают. Я ни одной строчки не могу написать. Но он еще не знал, в какую, говорится, в историю выляпался. Ему придется бежать из Барнаула. И по сегодняшний день никто не знает, где, говорит, он. И жену, и детей бросить. А почему? Бог знает почему. Где-то занял деньги, а там счетчик поставили. А дальше, знаете, еще бывает. Я-то ничего не знаю. Я сплю спокойно, помолился, а мою душу продают, торгуют, возвышают. Я ничего этого не знаю. Я прошу тех, кто слушает, не умирайте. Я пиарюсь. Я говорю, а что такое пиарюсь? Они даже объяснить слово не можете. А вы рекламу себе даете. Как? Фильм поставят? Это моя реклама. Ксения Дэннон сюда приехала. Зарядите. Ксения Дэннон. Возрождение рухнувшей мечты. Зарядите в Google, в Яндекс. Я ее знать не знал. Скажу, прекрасная женщина. Она, видимо, русская. Так, иностранцы так не говорят. Небольшого роста. Она такая чистая. Она на шаг не отходила. И вдруг она пишет. Она в Потеряевке была. Ходила, все расспрашивала. Книгу для слова Божи нету, другую купила. И дальше она говорит. Словами царисы Савской. Мне и в половину не рассказали то, что я там увидал и услышал. Я просто спрошу. Грамотные люди. Кому эти слова говорили? Слова кому? Патриарху говорили? Ну почему на меня эти слова? А вам как? Да мне некогда об этом думать. Но это я в интернете нашел. Я же об этом не знал бы. И дальше она говорит. Игнатий Лавкин и его православная община в сибирских степях. Деревня Потеряевка Алтайский край, возникшая в начале 19 века, в 1930 году опустела. Во время коллективизации многие семьи были сосланы на крайний север. Позже, в 1972 году она была признана неперспективной. Тогда на Алтае прекратили свое существование 300 деревень. Сегодня уже 400. А по всей стране больше 20 тысяч. Я об этом трублю. Взяли землю отдельно среди крапивы. Новый поселок православный. Храм. Школа государственная. Интернет. Ну начните этим заниматься-то. Еще 20 тысяч патриотов ищет наша земля. За мной-то не гоняйтесь. Вам ничего это не даст. Для меня это все равно. Тем более я не слышу. Меня в этом даже в другой раз упрекает. Вас поносили, а вы даже не взлетесь. Я говорю, я не слышал, что он говорил-то. Подхожу. Здоровая с ним. Так он против вас говорил. Вот хорошо, что я не слышу. У меня врагов-то нету. Нету. Если я узнаю, что враг точно. Я буду день и ночь на молитве перед Богом и стоять. Господи. Умягчи его сердце. Примири со мною. У меня нет врагов. Они даже люди, которые за мной гоняются, они этого не знают. И дальше. Если в 1926 году ее население составляло 345 человек, то к 1963 оно сократилось до 200. Один из жителей деревни, Игнатий Лапкин, родился в 1939 году. Он был еще ребенком, когда семья переехала сюда, к его деду, который принадлежал к семье старообрядцев-беспоповцев. Видите как. А когда отец мой принадлежал к старообрядцам-поповцам Белокринецкого согласия из Рязанской области. А мать у меня Горянка. Так. Воспитывали Игнатия в строгости. Ему запрещали вступать в пионеры под угрозой адских мук. Это Ксения Дэнн пишет, директор Кэстонского университета или института, не знаю. Грозили смертью в кипящем котле, если он вступит в комсомол. Правильно. Но он хранит множество счастливых воспоминаний о Потеряевке, о днях жатвы, о том, как глазел на облака, как бегал босиком по свежевыпавшему снегу и согревал ноги в теплых коровьих лепешках. Но это коровьи лепешки, мы коров пасли, а обуви-то нету, роса холодно, и корова где оправится, добежишь, она дымится, и тепло стоишь. Следующую лепешку ждешь, когда корова оправится. Но это к зиме не относится. А по свежевыпавшему снегу я в школу пошел, обуви нету. Отец инвалид войны, нас 10 детей. Ну, что там у тебя? Я добегу ноги под себя вот так вот, а черниль, помню, там, помню, печка была, я суну туда железную, чтобы чернила разогреть. Это моя жизнь. Я был веселый и радостный. Вот, я каждый день молюсь и говорю, Господи, научи нас жить и в бедности красиво и интересно. Пусть все наши олигархи будут такими счастливыми, какую дал мне Бог жизнь счастливую. И дальше. Когда ему было 5 лет, отец заметил его тягу к чтению и приобрел букварь в обмен на ведро картошки. Цена какая. Да, я очень рано начал читать. Помню, газета была района Сталинский призыв. И, наверное, в 5 лет я отцу ее уже читал. Я самостоятельно все это узнавал. Я очень хотел учиться. Меня в школу не отпускали. Ведь с ребятишками, а нижняя шипочка у стекла была выставлена, мне дали выйти, задом спуститься в окошко, пойти пеленки постирать. А мне 5 лет-то. И я убежал в школу, но не дошел маленько. А на следующий день пришел. И когда учительница занималась что-то, а мне дало почитать. Я уже там страниц 10 прочитал. И она на утро пришла и меня выпросила. Отпустите его в школу. Он говорит, за меня везде ходатай были. А родители говорят, водиться некому. Отпустите Мария Ивановна Блатова. Дочь председателя колхоза. И на дом пришла. Думаю, часто ли ходят директора школ, чтобы выпрашивать ученика, чтобы отпустили. У меня все необычное было. Это мне Бог дал. Это не мое. Тут нечем не хвалиться. Ничего Бог дал или не дал. Я мог родиться уродом, горбатым, парализованным, церебральным параличом. Дальше. В деревенской школе не было ни учебников, ни бумаги. Но Игнатий отличался любознательностью. И отец настоял, чтобы он продолжил обучение в краевом центре Барнаула. А я пас лошадей. Я любил лошадей. Теперь я уже пишу, кем я хотел стать. Отец много рассказывал, как раскулачивали. А я слушал его. И хотел стать террористом. Больше никем. Отомстить коммунистам за эту землю. Потому что видели, где ямки там в степи. Тут жили какие люди. Отец. Очень у него была память. Феноменальнейшая буквально. Он все помнил. Кто сказал, кто жил, сколько скотины было. А уже прошло 30 лет. Он все как наяву рассказывал. Вот так. Получив специальность техникой, отслужив в армии, он продолжил службу в военно-морском флоте. Исключительно быстро он выучил много европейских языков, в том числе и латвийский. Ну, это давнишнее. 50 лет назад уже ничего нет. Ну, да, да, так. Я самостоятельно за службу в армии выучил английский, немецкий, французский. Говорил в собраниях немцев проповеди. И, ну, какая моя, опять же, в этом вина? Ну, учите, не бегайте за девками. Я за ними не бегал никогда. Меня Бог сохранил от этой беды. Дальше. В 1962 году на латвийском побережье он посетил собрание баптистов, где познакомился с семьей пятидесятников. Они пригласили его к себе домой. И 27 сентября Игнатий пережил драматическое обращение. По возвращению его на судно команда решила, что он сошел с ума. Действительно так. Вот, это Еремеев Михаил Александрович, Еремеева Анна Матвеевна. Там я впервые увидел, Евангелие в руки попало. Как было, это все в книгах описано. Вот. И, в самом деле, у меня жизнь полностью переменилась. В это время я учился в мореходном училище, в высшем мореходном рижском. Добился разрешения за год сдать три курса и все предметы на одном из иностранных языков. Чтобы выехать за границу, я думал, уйду и не вернусь. Но Господь сделает так. Не ты будешь мстить, тебе будут мстить. И все будет по-другому. И за границей к тебе будет ездить, а не ты туда будешь ездить. Я этого не знал. Это Бог так устроил. Меня хлопнул, принизил и все. Вот, а где откуда? Ну, так. Посмотрите, где это, а откуда взято. Это все, это выставил тот юноша в Америке. Я не знаю, как его звать. Дальше он пишет. Тут же интересно. Я считаю, говорит Игнатий. Это теперь, я говорю, Игумену. Это на набережной Берсеневка, метра 200 от храма Христа Спасителя. Это от храма, видно, прямо около моста. Он у нас был со своими учениками здесь. Отец Кирилл Сахаров. Прекраснейший человек. Просто чудесный. Кому надо правильное крещение принять в Москве, обращайтесь к нему, Игумен. У него там патриархи служат, и сербские, и кого только не было, патриот настоящий. Там настоящая община. Не приход пришел, ушел. Я считаю, говорит Игнатий, что богослужением должна быть вся жизнь. И не могу свести молитву к рамкам богослужения. Вот иду по полю, вижу, птица поет. Я останавливаюсь и начинаю молиться. Славить Бога своими словами. А самопальная молитва. Кто-то сказал самопальная. Ой, беда. Да, написано, открывайте свои желания перед Богом. Вы не считали в послании филиппистам? Самопальная. Откуда? Это люди неверующие говорят. Своими словами самопальная. А у нас хоть как, богородица, дева, радуйся. Медведь за спиной говорит, богородица, дева, радуйся. Ну, нельзя же так жить-то, тупо, безрадостно. Такую коротенькую жизнь. Ее надо прожить энергично. Я называю азартно. Красиво. Он со страстью отдался изучению священного писания и отцов церкви, миссионерскому служению. Он верит в крещение свыше, как российские пятидесятники, но через полное погружение, совершаемое трижды, согласно православным церковным канонам. То есть пятидесятники верят заговорить на иных языках, а я верю, что это в крещение, когда полная моя отдача и помазание миром или возложением рук епископов. Поэтому восьмая глава деяния апостолов как раз и говорит, крестил Филипп, мы веровали во Христа, а апостолы в Иерусалиме. И когда они услышали, что в Самарии ученики обратились, здесь Симон, Волг будет, они даже спрашивать не стали. Петр, поднялись и пошли. Они на сто процентов знают, что крещение было, а Духа Святого у них нет. А как так? Ну так, что там не было апостолов. Сектантам никогда этот не перейти момент. Когда пришли, положили руки, сошел Дух Святой. А было, что и без них сходил. Было, там объяснение дается, почему было. Вот как. На Евнуха было. Почему? Потому что возвращения нет, он ехал домой. И Бог перемедлил местами. Дальше. Лапкин похож на старообрядца. Отказывается стричь бороду. Правильно, вот она. И носит рубаху на выпуск. Вот она, на выпуск, привязана веревка. Не веревка, веревка. Вот, видите, поясок. Легко общается с пятидесятниками и баптистами. Восхищается чистотой и искренностью свидетелей Иеговы, с которыми он познакомился в тюрьме. Одно время он молился с истинно православными христианами. И позже основал православную общину, которая вначале присоединилась к свободной православной церкви, а потом вошла в состав русской православной церкви за рубежом. Лавра, которая признала акт о каноническом общении. Ни о каком объединении с патриархией там речи не было. И сегодня они автоматически передают, якобы автономию потеряла. Это все выдумка. Выдумка архиерейского собора или кого-то. Это закулисная борьба. Закулисные планы, которые назначили мирские власти. Это все недействительное. Это антиканонично, антизаконно. Объединения не было. Акт о каноническом признании. Все. За рубежом так и оставалось совершенно независимое. И вдруг что-то они сделали. Тут сегодня уже пишут уставы. Это все обман. Обман. Привычный, как обыкновенная женская. Ну так. Был я с ними в тюрьме. Они хорошие люди. Но я не говорил о них. Я говорил, они даже не еретики. У них совершенно даже... Совершенно не евангельская вера. Это еретики, это внутри церкви могут быть. Они вне церкви. У них другая книга, под видом Библии. Всемирный мировой перевод там. Ничего не имеет общего. Но они хорошие люди сами по себе. Я сидел уже на тазе. Бурлак и Гончар. Со мной были двое ребята. Замечательно. А третий был такой по помойкам. Лазил и курил. Не все у них хорошие. Ну что? Свидетели Егова, да? А? Свидетели Егова. Да. Егова. Дальше. Известный в Сибири православный проповедник Игнатий Лапкин создал собственную версию текста российского гимна. Сообщил еженедельник Алтай. Викли. Ревью. Из Барнаула. Из Барнаула. Как отмечает газета, предложенный Лапкиным текст гимна на музыку Александрова содержит идею о возвращении России к утерянным в 1917 году православным традициям и становлении обновленного религиозного общества. Газета привела в частности текст, написанного проповедником гимна. Восстанет из праха, как прежде Россия, под сенью Голговской Святого Креста. Лишь в этом спасение и новая сила молитвы исполнит по слову Христа. Отбросим гордыню безбожных мечтаний построить счастливое царство людей. Без Божьего слова все скрыто в тумане, под кровом приятных, но лживых идей. Это припев такой. И спросим прощения и милость у Бога. Постом и молитвой загладим свой грех. Не нужно искать нам чужую дорогу. Пусть солнце любви высияет для всех. Христа воскресенье над Родиной нашей и звон колоколин набатом звучит. Что может быть лучше, святее и краше? Довольство и мир, милосердие и щит. Вот чем мы защитимся? Дальше кто подготовил? Обзор подготовил Занин Сергей. И вот где это было написано. Теперь я был на... Здесь был Конгресс интеллигенции. Тут был даже лауреат Нобелевской премии Алфлера ЖРС. Ну я там выступал и мое выступление... Почти одно заняло у них главный, сказать, лист или газеты, материал. Это я говорю ему, коммунистам. Коммунистам Лапкин говорит. И о каких наградах-то лопочете? Вас судить надо за гибель душ. Это коммунистам говорю. Да, да. За развал государства, за распад нравственности, за хамство, за все преступления. И оказываются самыми виновными не пастухи и кочегары, а именно учителя, священники, интеллигенция. Вот кто должен сидеть на скамье подсудимых, кто погрузил страну в хаос 17-го года, кто вырастил этих крикунов, бесстыдных, наглых, безбожных. Типа, все, это я сказал. Теперь этот юноша дальше и говорит в Америке. Слышал, что сайт Лапкина прикрыли, и он вынужден был восстанавливать и создавать все на новом. Вот я начальник детского лагеря, и вас 17 раз выжигали полностью, когда мы уезжали. Прикиньте к себе, готовы вы к этому? Детская беспризорность, 3,5 миллиона, как в гражданскую войну. Ну, слова правильные. Посчитали, да не всех посчитали-то. Даш, это что? Мне Бог положил на сердце, что надо организовать лагерь, брать детей. Без помощи государства я 41 год начальник лагеря. Без помощи, без единого рубля мне государство не дало за 41 год. Я должен набрать обслугу, постель должны быть, матрасы, одеяло накормить, чтобы было интересно. Но если плохо, ребенок второй год не приедет туда. Это 41 год. Ни я, ни обслуга, ни рубля не получают. Что, слабо? Ни организации никакой нету. Когда у нас общины не было, я просто один, и друзья мои, я делаюсь, и один ничего не делаю. Все делает Господь, и друзья. Среди друзей я бываю. Это Бог так делает. Ну а как же вы летом работаете, а как начальник лагеря? Меня спрашивают так. Одно я говорю, а вы, вот начальник лагеря, лагеря дети, а ты в городе. А пропускать нельзя было работу при советской власти так? Как? Ну, какие выходы-то, они не знают, я научу как. Я на стройке. Бетонная работа. Полы настилают. Везде были нормы, не просто так. У меня норма всегда была 280-300%. Что, слабо? Прикинь на себя, это я за трех мужиков. А теперь бригадир мне ставит по 150%, а вторую неделю я свободный. Люди стали раптать, да как так он на работе не был? Он говорит, хорошо, я ему отдельно буду закрывать. У нас во всей бригаде, допустим, 112%, а у него 150% получается в круговую на две недели. Ну ладно, тогда давай пускай будет так. Это Бог мне давал, это невозможно, это ни день, ни два. 35 лет прошло. Это Бог давал мне такую, я был совершенно неукротимый в работе. Печь-печник делает, там их приходят, бригады, от фундамента до трубы, они 4 дня сидят. Мне Бог давал силу две печи с фундаментом и затопить в разных домах в течение одного дня. Деньги были очень большие, но деньги заработаны вот этими руками. 90% повторяю, 90% это означает 9 десятых милостыни, 9 десятых из заработанного. Я всегда отдавал всю свою жизнь, как десятину. Десятина, я решил 9 отдавать. А ты хвалишься, да, хвалюсь. Это мой Господь положил мне на сердце. Ни день, ни два, попробуйте, все, тоже слабо будет. Вот что, заработаешь 100 рублей, 90% отдай на дело Божье. Поэтому я всегда работал на двух-трех работах. Переплетчиком, реставратором, в уголовном розыске, подсаживали собаку, дрессировщиком, кинологом. У меня много специальностей было. Я их все приобретал для того, чтобы были деньги. И мне приятно это вспомнить. Почему вокруг журналисты, кинорежиссеры ходят, им интересно, уникально. А я в этом ничего не вижу уникально. Это каждый должен делать. Помните о дяде Степе? Это ничего обычного. Любой советский человек сделал бы так. Дальше. Именно поэтому пытается открыть несколько сайтов, чтобы не прикрыли и материал не потерялся. Понятно. В Америке есть. Открыли у меня в южных странах. Теперь я хочу, чтобы открыли еще в нескольких, там, в Малайзии где-то, сокрыть от лютых волков, не щадящих стадо. Которые, говорят, превратно, чтобы увлечь учеников за собою. А это не экстремизм. У меня ничего этого нет. Просто ненависть сатанинская. Может быть, есть ссылки на его новый сайт? Вот спрашивает. Есть ссылки или нет? Вот ссылки. Я сейчас останавливаю и показываю. Вот ссылка. Но если плохо видать, я еще даже покрупнее сделаю. Вот посмотри. Вот ссылка. Это наш сайт. А задержите, где будете смотреть-то. И второй вот форум. Это наш форум. Заходите на наш форум. Вот. Я просто покажу немножко побольше. Вот. Гляди. Видать его? Это наш форум. Вот сайта, я прямо говорю, в мировой сети такого сайта нет. На этом сайте, моим голосом, в аудио, начитано примерно 50 книг. Полная библия с неканоническим. Архипелаг Гулаг. 12 томов Иоанна Златоуста. Полностью. 12 томов Жития Святых. 5 томов Добротолюбия. 4 книги Григория Дещенко, Иоанн Кронштадтский. 50 томов. Ну, по сегодняшний день, по частям что-то встречается, больше нет. Я опять скажу. Вы за мной гоняетесь, а вам это слабо сделать самим. Почему меня просят пересчитать? Потому что пленки хранились под землей 30 лет. От КГБ. А их надо каждый год, два раза было снимать напряжение. Хвалишься? Конечно, хвалюсь. Хвалюсь. Это мой Бог сделал необычное. И мой голос мне самому не нравится. Я же не левитан. Я не могу насчитывать, потому что плохо вижу. 38 книг за 9 лет издал. По 752 странице. Ты как? Больше 30 тысяч часов провел за компьютером. А это тебе надо? Ты хвалишься. Хвалюсь, повторяю, хвалюсь. Пиарю себя. Но бери и ешь. Бери. Дальше говорится, что у нас есть видеоканал. Видеоканал. Вот он перед вами. Во свете Библии. Вот она показана. Во свете Библии. И там уже 1409, больше даже наших роликов. Не чужих, наших, которые в нашей деревне сняты, в деревне занятия, интервью, по скайпу беседуем, детский лагерь. 1400. Это не просто перед людьми. Вот вышел, выступил там Смирнов, сидит в одном кресле всю жизнь. Или за столом сидит Осипов. Вы там увидите в движении. Я на столбе телеграфном, там на деревьях опиливаю, где-то с детьми купаюсь, иду. Это надо все увидеть. Людям интересно. Я думаю, да. Иначе зачем бы она-то? Но сняли еще и третий фильм о нас. И третий фильм-то не просто так. А как он называется? А он называется так. Глаз вопиющего или второе крещение Руси. Зарядите его. Он на нашем сайте есть. На нашем сайте все эти аудио. Скачайте на диск и забудьте про меня. Слушайте, я вам буду начитывать. Кое-что я, вернувшись из тюрьмы, перенасчитал заново. Это архипелла ГУЛАГ и Библия. Вот иногда спрашивают, а сколько это слушать надо? Ну, вы сами решите, сколько. 66 и 90. Сколько часов? По сколько часов в день? Так вот, считать и начитать, это вещи очень разные. Считать я могу глаза прикрыть. А когда начитываешь, крутятся катушки. Я не могу ни чихнуть, ни кашлять. У меня и зубов-то не хватает. Уши плохо слышат. Гортань моя попорченная. Меня в морозилке в тюрьме держали. Надо полный вздох делать. Я, вернувшись, начитал архипелла ГУЛАГ и Библию ровно за 30 дней. Вот прикиньте сами себе. Ну, чтобы испытать, попробуйте. Хотя бы два дня почитайте, а потом разделите и посмотрите, получится или нет. Вы будете считать, может быть, раньше, больше, ну, лучше насчитать можете. Но на сайте у меня стоит 55 папок справа, где я отвечаю на 4124 вопроса по темам, которые я отвечал в университетах, три радиопрограммы регулярно вел. Вы хвалитесь? Повторяю, хвалюсь. Так есть чем хвалиться-то. Это мой Господь сделал. Учитывая, что у меня нет никакого гуманитарного теологического образования. Никакого нету вообще. А чтобы отвечать на вопросы, я пользуюсь Библией, 77 книг. Патристикой, это 300 томов палеантов. Жития святых, 12,2 тома, 14 томов. Добротолюбие и каноны церкви, каноны. И когда я начитываю, а там по-старковно-славянски, я не открываю книгу, я по взгляду смотрю славянский, сразу перевожу на русский, на память, зная, как в Библии написано. Вот делал так. Сегодня начитывают, они считают по-славянски, я сторонник русского языка, как патриарх Кирилл. И все эти переводы я делал на взгляд, по диагонали считаю. Это Бог сделал так. Еще наткнулся на его проповеди у Вадима. Нарыл еще его сайт, вот. Там видео скачаете, посмотрите. Он самородок. С одной стороны, восхваление баптистов. Вера несомненная. С другой стороны, бедные, несчастые баптисты. Все равно не способны. Это юноша пишет, как он восхищается самородок. Ну я выпускаю точки, а потом... Мне после таких утверждений совсем не хочется читать дальше. Если честно, то гадко на душе стало. И вот в комментариях на ЖЖ Акураева точно такие же. Я не стал считать, это гадко, сидит какой, там какие-то шторки, как одеты. Да надеты-то на мне чужое подарено, у меня нет ничего. Вот телефон подаренный. Это пришли, тайно поставили. Прихожу домой, с университета, на кресе стоит, что, компьютер новый. Там плита это. И это что? У меня нет ничего своего. Даже вот это вот щетки молиться. Итог подарил. Подарила сестра Нина Филонова из Семертау. У меня нет ничего своего. И я счастливый. Покровала вот, которая... Это подарки. А почему? Бог дает мне. Потому что я отдал все. Пенсия маленькая, пять с половиной тысячи рублей. Теперь она у меня сто процентов уходит. Я ни рубля не стратил на себя. А откуда-то хлеб есть, сухари сушат. Я зову сюда брата Андрея Кураева. Он отсюда выйдет совсем другим. Повторяю, чтобы Андрея Кураева не долбили там. А он, чтобы все время благодарил, что Бог его выводит на прямую дорогу евангельскую. И он в ужасе будет смотреть, какая была жизнь. Приходилось ему оборонять и говорить. По насилии его, он обозывался какими-то НТО. Там, это... Вообще, это... Не надо ничего делать. Надо одно. Каждую минуту для Христа посвящать. Дальше. Андрей Кураев, диакон, профессор Московской Духовной Академии. Он говорит. Он говорит. Игнатия Лапкина я знаю. В его книгах московская патриархия подвергается жесткой критике. Правильно говорит. Обо мне Андрей Кураев не говорит неправильно здесь, в дому. Поэтому отношение к нему священников необъяснимо. Объяснимо. Но то, что сделают православные из Потеряевки, дело благое. Замечательная практика сама по себе. И очень редкая. До сих пор я слышал лишь о миссионерских пикетах, которые устраивал в Москве отец Даниил Сысоев. Диакон приезжал ко мне. У него все мои 38 книг. Диакон Андрей Кураев приезжал. Я где сижу, он тут был. Но поговорить не удалось. Потому что его сопровождали православные священники. Но он говорит. Для меня они все равно, что обо мне скажут. Он же сказал. По какой причине. Я хотел, чтобы он побыл с нами, отдохнул. Но они пришли. Он книги взял. И все. И книги-то взял. Они у него не лежат, оказывается. Дальше. Вот пишет игумен Кирилл Сахаров. С Берсеневки. В Москве. Около 300 метров от храма Христа Спасителя. Я его не кину за язык. Он говорит. Это я беру из интернета. Он привез и спрашивает меня. А что, правильно это или неправильно пишут? Я скажу. Андрей Кураев говорит правильно. На 100%. В его рот не залез сатана. Не лгал, как другие. Под его ЖЖ там пишут. Там сейчас комментарии дают. Которые ничего не понимают и не знают. Одно из самых моих сильных впечатлений. В жизни. Жизнь потеряевки. И общение с Игнатием. Исключительно одаренная, богатая духовная личность. Постоянно открываются новые и новые грани. Ежедневно общаешься с 5 утра до 9 вечера. И каждый день неповторим. Десятки новых примеров. Никаких повторов. Никакой скучноты. Новые краски и грани. Зачем он это говорит? Так это он высылал в интернет. А теперь в интернете мне нельзя это читать. Он это написал, напечатал в книге воспоминания. Первая книга его. Их уже три вышло. Ну пойдите к нему и спросите. Вы что, меня хотите испугать этим? Да мне какая разница? Мне это ничего не дает. Это он пишет. Это его видение. Он по всему миру изъездил. Это человек громадной учености. Вот просто я не знаю, кто там. Игнатий совершенно выпадает из всех определений. Не вписывается ни в какие рамки. И не соответствует никаким ограничениям. Это явление. Не подвержено никакой классификации. Целый материк. Феномен. Вундеркинд. Это энциклопедические знания. Для него идеал перво христианство. Но в то же время он строго выступает за хранение канонических норм церковной жизни. За благоговейное поведение на службе. Вот это отец Андреев назвал старообрядчеством. А то, что я Библию, по милости Божьей знаю, это баптизм. И люди испугались этих слов. Я не баптист. Я повторяю, я не баптист. Но в полном смысле баптист у нас только один наш батюшка. Баптист означает креститель. Он крестит. Я никак не баптист. Он? Да. Он не может себя сдержать, когда видит какие-то недостатки, пороки в церковной жизни. В частности, возмущается тем, что священники не учат народ. Что слабо слышно Слово Божие. Проповеди однообразные. Что в центре проповеди не стоит Христос. Его благовестие. Спасительная миссия. Правильно. Это он сказал правильно. Отец Кирилл Сахаров. Игумен. Ежедневно общаешься с пяти утра до девяти вечера. На Новогранке. Да что? Ну это было уже, кажется. А, да, да. Да, считай. Между прочим. Между прочим, в православной среде я знаю только одного человека, который свободно приводит ссылки на главы и стихи. Это Игнатий Тихонович Лапкин, о котором я пишу в первой части своих воспоминаний. Это он говорит. А теперь смотрите, что он дальше говорит. Недавно о нем услышал следующее. Где-то в 80-е годы, будучи в Киеве. Да, был я в Киеве. Да, это все правильно. Направился он в Андреевскую церковь. Правильно. Стоит у храма, в стоптанных сапогах и в потертой рубахе. Совершенно правильно. Это не может писать человек, который меня не видел. Я в стоптанных сапогах. Но я их стоптал-то на благовестие. И потертая рубаха, почему я все донашиваю, заплатки ставлю, пока она полностью не развалится. Мимо идет итальянская делегация. Итальянцы между собой. Как бедно одет этот русский. Ну они нас так и видят. Я скажу, что я стою в аэропорту, ну допустим, Домодедово. Рядом стоит огромный епископ со мной. Он летит в другом направлении. Ну он знает, с ним только что беседовали. В это время подходят люди. По-русски говорят так едва-едва. А можно с вами сфотографировать? А народ прям везде-везде, тут негде поступиться. А я стою с котомкой, в сапогах, куда еду? В Америку лечу. Меня вызвали. Заплатили по миссионерской путевке. Выступить в Канаде надо. Там какой-то съезд у православных-то. Ну почему они не подошли к архиерею? Это я себе думаю, а ну какой я-то? Вот стою и стою в военной гимнастерке. Не военно, а военного покроя. Я понимаю, как он на меня, епископ-то, смотрит. Они его как будто не в форме, одеты, представительны. И я стою, там плюгавая мышка перед ним-то. И они сфотографировались. Вот здесь я стою, Андреевского, допустим, храма. Стою на паперти, а все правильно-то. В это время идут и горгощат японцы. Увидал, а я-то стою не один. Стоял я рядом, там внизу. Не на паперти стоял. Подбежали ко мне и горгощат по-своему. Чего маящат? А гид, который говорит, они хотят с вами сфотографироваться. Я где? В храме. Вот у храма-то. Они со мной забежали. Ну, японцы, какие они боевые такие. Стали рядом. Ну, хорошо, эти снимки в Японии были. Меня пропечатали. Я узнал. Начнем мне-то от этого-то. Почему они из толпы никого не выхватили меня? Какая моя вина в этом? Я стоял или еще я смотрел более внимательно. Я вообще не смотрю на это. Мне говорят, а почему на людей не смотрите? Даже наоборот. Моей жене, говорят, он прошел и с нами не поздоровался. Он говорит, он никого не видит. Он все время размышляет. Я смотрю куда-то, как Желия Кюри, когда задавила его трамваем, лауреат Нобелевская премия. Отец только один сказал, о чем он думал опять? Вот мне это дорого. Я не могу это сделать. Я всегда работаю на двух, на трех каналах. Я вот разговариваю на компьютере, разговариваю, одновременно считаю и еще математические расчеты веду как-то. Это Бог сделал. Я считал, это было у Наполеона, у Ильяна, отступника, у Ильянова, другой. Я при чем здесь? Если серьезно разговариваю, я весь туда устремляюсь. А если такой полукровный, то меня это не касается. Я одновременно делаю свое дело и отвечаю. Этому учиться нельзя. Это дано или не дано. Дальше. И вдруг этот мужичок на чистейшем итальянском языке, без акцента, говорит им. А у нас на первом месте духовный фактор. Материальное начало подчинено духовному. Понимаешь, если это так было, то было с вами. Вы бы еще подумали-то. Я могу не говорить. Я сам-то узнал только из интернета, что это печатается. Это дальше. Примерно такие же слова прозвучали на недоумение немецкой и английской делегации. Соответственно, на чистейшем немецком и английском. Это все придумывает басни как заключенная. Какое чистейшее? Да. Я брал уроки у немки, которая из Германии. Гох-дойч. Она вышла за советского офицера, приехала тут, проторговалась и сидела в заключении. А я был там прорабом. Я брал уроки. Я неукротимый был в учебе, повторяю. Но какая моя в этом вина? И они, немцы, меня признавали своим и говорили Гох-дойч. Как будто я из Берлина приехал. Я у них говорил проповеди. Да так. Но на таком языке я себе не считал. Нет, я определенное... Я знал медицинское, политическое, учебное. А военные где-то я уже со словарем должен был. Там такие названия, элероны, я о них не знал. Я для офицеров, которые учились в академии, в армии был. И мне была за это льгота и отпуск. Я им переводы делал. А ему надо сдавать там дипломные там какие-то. Вокруг этого русского самородка собралась толпа иностранных туристов. И он еще долго на разных языках общался с ними на духовные темы. Вот. Это, понимаете, вот когда в заключенных я был и там заступался, вот работал с заключенным. Я иду к прокурору, к краям, представитель администрации по защите прав человека. И уже мало упустили. Я вроде тюрьму открываю всех заключенных, выпуская на свободу. Ну, басни это. Да, я там был. А что там было-то? Это тут уже все это накрутку делает. Ну, я из интернета взял это. Дальше. Такая сценка. У матушки его брата Якима сестра больна болезнью Дауна. Заходим мы с ним на этот двор, где матушка с сестрой живут. Сестра эта работает на огороде. Блажененькая такая, чистая, но немного капризная. Игнатий подошел к ней и обнял. Поголовки погладил. Дядя Игнатий, я тебя очень люблю. Она, ты мой отец. Ты мой отец. Ну, какая именно? Ну, он это подметил. И что дальше? Хотелось это сфотографировать. Ну, что у него? Нечего фотографировать. Почему это захотелось? Действительно, я потом взял снимок. Он смотрится. Человек больной. А нам как, здоровые нужны? А она больная. И вины ее никакой нет. Она родилась такая. Она постоянно подойдет ко мне, обнимет. И ты отец мой, Игнат. Ты отец мой. Как-то было, что-то батюшка сказал. Такое, так нас тут выгонят. А ты кадилом будешь махать, батюшка, и мы будем есть. Она прекрасно понимает это все. Несмотря на то, что он такой жилистый, подвижный, у него повреждение позвоночника. Утром он переворачивается на постели, потом сползает на колени перед кроватью, для того, чтобы встать. Деформация позвоночника. Ну, на много настройки работал, и большие тяжести. У меня раздавлены три грыжи было. Одну я даже операцию сделал, и еще две торчат. Не употребляет мясо, вина вообще, не употребляет сахар и соль в отдельном виде. Этого не бывает на столе никогда. Никогда. Для себя это сделайте. Дальше. Андрей Кураев. Епископ Домодедовский в Тихий Курочке нарукоположен в зарубежной церкви. И, несмотря на свой подмосковный, титул векарный у патриарха Кирилла. Живет и служит в Сибири. Говорил он это или не говорил, но это я из интернета. Показали мне, взяли люди. Он окормляет общину Игнатия Лапкина, одного из самых ярких апологетов православия и критиков патриархии. Там только в интернете спросили, а критики какой патриархии-то? Это вот я взял, вот оно здесь все это написано откуда. Эти слова из интернета. Ну вот спрашивают. И я отвечаю. Потому что в отзывах, которые в живом журнале, ну они вчера говорили, там интересно, мне очень сильно понравилось. Кто-то выступает и где-то здесь вот сейчас, подожди, прям покажу. Кураев ЖЖ, вот посмотри здесь где-то есть. Кураев, комментарий, вот они. Вот. И вот это я уже взял. Один говорит, вот что попало, болтаете, а Лапкин выставит в интернете. Да как пройдется по вам. У него есть такие хорошие-то. А вот отцу Андрею, смотрите как пишут они. Отец Андрей. Да, приехал. А я, наверное, покручить сделаю сейчас. Чуть-чуть, маленько хотя бы. Я не знаю, сгодится это или нет. Считай. Где он-то у него. Наверное, впереди. Утешение, обличение. Так. А вот. Отец Андрей, я вас так, я вас и так, конечно, очень уважаю. Но теперь особенно. И вы прочли все его 38 книг, в которых упоминается целых 120 раз. На 38 книг не густо. Кстати, зря он об этом сказал. Дальше. Какой сказочный старец? Дальше пишет какая-то вот полкор. Какие-то слова непонятные, кто такие. Три тысячи мест? Три тысячи мест? Это в каждой книге. Я три тысячи раз позади, что я покажу. Некоторые даже не видели книги-то, показать хотя бы. А то говорим, а книг-то и нету никаких. Вот. Вот это книги. Сейчас я покажу. Это вот, которые выпустили книги. Вот они по все, по 750 страниц. Вот видите, как они изданы. Прекрасно. Все книги разного цвета. Вот открытым оком. И на корочке написано число 24, 3, 15. По ним диссертация, как он защищает. Я увидел в одной диссертации, и он пишет. Это взято открытым оком, тон такой-то. И внизу написано число. Я обычно говорил открытым оком, а слово число не упоминал. Нет, говорят, в заголовке число указано. Откуда взято из Библии. Вот как. Вот она, открытым оком. Это тоже взято из Библии. Откуда эти слова? Вот это, тот один том. Это зеленый цвет любят мусульмане. У них флаг все зеленое. Здесь я разбираюсь, 750 страниц. Весь Коран, пасурам и аятам. В сравнении с Библией, я говорю, такого материала нигде в мире нет. Почему? Ну нету. Ну его нету. Почему нету? Это мне Бог дал-то. И здесь, что за 1300 лет было о мусульманах сказано, поэтами, писателями, политическими деятелями, все здесь. Одна книга у мусульман. Теперь, евреи любят золото. Но еще, да ничего. Вот такая золотая книга. 30 томов и разного цвета. Интересно? Ну кому не интересно, то пусть не считает. А кому интересно, как раз, говорит, доктор ему и прописал это. 750 страниц. И вот об евреях здесь написано. Вот. Три тома. По еврейскому вопросу. Три тома. Талмуд разбирается. А когда говорят Талмуд, что так толстая книга. На ней книга 12 книг. А что такое Шорхана Рух? А что такое разъяснение? И все это в сравнении с Библией. В сравнении с Библией. Суть-то вот в чем. Не надо злиться на эти книги. Вы их глаза не видали. Но почти в каждом городе, в нашей стране и за границей они есть. Я их подарил там. Часть книг подарена Путину, Медведеву, Патриарху Кириллу и многим. Мы вот подарили в Чицире 144 библиотеки и прочее. Три книги посвященные евреям. Так они тут как? Все, что о них было сказано. Что написано было. Все мировой литературе, все здесь собрано. И все высказывания на основании Слова Божьего. Сейчас я покажу еще. Минутку пока. Мне надо найти 26-й показать в том. А то некоторые судят и даже не знают о чем. О, подожди-ка. Так, где она у меня здесь? А, вот она. Подожди-ка. Я покажу сначала этим грамотеем, которые судят. О, держи. О, я сейчас покажу маленько. Уже к слову сказать-то тут. Одна минута лишняя. Точи книгу эту. Я хвалюсь. Не забывайте. Пиарюсь. Просто пиарюсь, чтобы только не опрокинуться. Вот. Пока подержи вот это. А я вот это покажу. Вот это вот. Трехтомник. За ним Андрей Кураев и заезжал сюда. Но это первое издание. Если он приедет, я подаю это второе издание. Там черно-белые были в Густаво Даре 104. Иллюстрации. Здесь все до одной 130. И все мы их раскрасили. И вот они, видите, с закладками. Какие подарочные. А вот эта книга, это из одних документов. Для слова Божия нет уз. Это я на митинге. А кто автор? Коммунистов спасал. Игнать Тихонович. Автор кто? А? Автор кто? Автор. Священник Николай Балашов. Это близкий патриарху Кириллу по внешнецерковным отношениям. И романах Наханаил Судников. Пишет. Там вся книга из документов. Каждая книга 752 страницы. Вот так 4 видели в библиотеке Владимира Владимировича Путина. Медведеву Дмитрию Анатольевичу подарили. Патриарху. Большинству епископов. И только в один день я подарил вот это вот. А это вместе все. Я сейчас скажу сколько. Это примерно сколько это стоит. Это мы как по заграничному. Ну примерно 110 евро. И мы сразу подарили. Кажется 150 священников от меня подарили. Это все даром. Зачем мне это нужно? Пиарюсь. Ну подержи-ка. Вот теперь какая бумага. Все книги сшитые. И где нужны места которые выделяю. Это весь новый завет с откровением. С апокалипсисом. Апокалипсис. Геннадий в паст. Сколько лет он собирал данные. Всех святых отцов собрал. И на основании их показал. Как понимать сопровержением самых современных сектантских толкований. И есть зачем было отсюда этому Андрею Кураеву заезжать-то. Это уникальнейшие книги. Вот они вышли. Второе издание. И все книги теперь в них. Ну вот она как раскрашена. Даже показать. Это мы раскрасили в компьютерной версии. Долго раскрашивали. Три человека. 140. 130 иллюстрации здесь. Почему 140-то? Трижды восемь. 230. Виноват. Простите пожалуйста. Там было в первом названии 104. Это 230 светных фотографий в трех книгах. И плюс 10 из классики. Из того 240 вот таких картин. Это все на мелованной бумаге. Как оно все сделано. И вот где нужно было выделить. Я выделяю главное. Что нужно проповедовать, любить Библию. Я здесь 297 комментариев моих. Необычно с чем? Блаженно в попелах толкования. И толкование. И Элла Игнатия Лапкина. Другим шрифтом отчеркнут. Я не толкую. А я добавляю сюда Яна Кронштадтского, Серафима Саровского. И поясняю, что Слово Божие живое и действие. Оно конкретно к тебе говорит. Когда священники берут, вот эти выделенные места они смотрят. Да кого там такого нет? Я говорю, ты уверен? Нет. Он открывает дома. Он говорит, да такое есть. А при чем тут я? Вот, пожалуйста. Вот одна книга. Вот эту книгу, когда мы дарим, 26 том. Я говорю, ее нельзя давать литераторам, кто связан с литературой. Ее сразу уводят с прилавка. Что это? Это 300 поэтов России за 300 лет, что сказали по определенной тематике. 300 поэтов России. Но без Евгения Евтушенко мне бы не осилить. Кроме того, в моих книгах 3467 моих стихотворений по 9 куплетов четырехсрочных. Я хвалюсь моим господом. Теперь я не пишу. И ни одного черновика нету. Сразу писали все стихотворения на шестую. А может это быть? Ну, вот так. У меня все черновики целы. Ни одной поправки нету. Это примерно за 9 лет 3467. На все случаи жизни. Да как-то стихи, это проповедь в стихах. Их стихами нельзя назвать. Но они, уже около 90 стихов, положено на пение. Вот, допустим, мне студенты задают вопрос. Ну, сказать, вот они поэты, какие есть тут все. Крылов, Мандельштам, вот они все. Я их все до одного должен был знать. Ведь я не просто эти стихи читаю, а в университете за капитрой я говорю, что в течение месяца на все вопросы я буду отвечать только поэтами. И отвечаю на каждый вопрос 6 поэтов из разных периодов. 6 поэтов. Но именно, допустим, что такой-то, вот вопрос такой-то, о укреплении семьи. В каком веке какой поэт сказал? Ну, задайте знакомых поэтов кому-то. Ответят они? Да они даже не знают, что у него вообще, у поэтов Мандельштама написано на эту тему. А там есть. У Некрасова что написано? У Кольцова? У Высоцкого? Это не два, не три. Три сто. Пересчитайте, три сто человек. Все поэты. И вот задают мне вопрос. Я ему отвечаю. Поэт. После него, что Библия об этом говорит? Дальше. Что говорит об этом новый поэт? А опять что из Библии? Опять что? Еще один. И на каждый вопрос 6 поэтов, и после каждого 6 мест из Библии. Не уникальные книги? Да Вы в интернет зайдите только, на наш сайт. Там все эти книги есть. Я их даром даю. То, что Вы излитесь, Вы же ничего не получаете. Вы на этом и останетесь. Повторяю, надо жить интересно. Вот эта одна книга, она вмещает практически всю поэзию. Притом целенаправленно. Что Бунин сказал? Что Волошин сказал? Как подготавливалась революция? 6 поэтов из разных периодов времени. По тематике определенной. Что говорили о прощении? Или что они говорили о погоде? Где Фед что сказал? Что Есенин? И что Вы знаете? Ну мне Бог дал знания. Я мог рассказывать стихотворение наизусть, ну допустим, в течение 6-8 часов перед толпой. С разных поэтов на память. Это Бог сделал так. А это ему сатана дает знания. Вы прочитайте Куприна, где он пишет Анафема. Он много занимался. До чудовищных размеров развита память. Ян Комынский говорит, сегодня опыты показывает. Данная нам черепушка вмещает столько, а мы используем 4%. 96% вообще не востребованы. Ну у Павлова там больше, у Жириновского побольше. А почему Жириновский? Да один из самых умных людей в Думе. Он разными языками владеет. А он говорит не так, он клоун. Ну, я не про эту историю говорю. Я говорю о том, что он знает много. Не руководит собой, хулиган, прочее. Я не отнимаю ничего от этого. И все, что о нем Рамзан Кадыров, к слову сказать, благодарность от него получил. Я у него был там, подарил ему книги. Я не опровергаю. Я говорю о том, что он умный, но нет никого рядом, чтобы направить в нужное русло. Вот то, что я сказал. Вот он человек пришел, вопрос задал. Но я бы сказал, я не такой, я хороший. Как в сказке братьев Бондаревых, Бобер решил жениться, а узнал, что Бобриха живет где-то в низине. Он взял прутиком, на воде написал, Бобриха, выходи за меня замуж, я хороший. И теперь ждет ответа. Вы сказали, и нигде больше нет. Я сказал, это на века. Это во всех библиотеках. Сейчас я еду, подарю папе Франциску и Венедикту. Подарю. Нынче наш маршрут через Грецию идет до Португалии. Пройти мы даже и всю Скандинавию, Прибалтику и начать работать по северу России. Почему? Это мой народ на земле живет, не только русский. И Бог дал мне этот талант. Бог дал. Сеющее ничто, поливающее ничто. Все, Бог возвращающий. Повторяю, я хвалюсь этим. Прямое повеление Божие. Хвалящееся, хвались Господом. У меня нет данных никаких. Я смотрю на свои стихотворения, считаю, мне никогда это не написать. Настолько это выше моего уровня. Как Богачев Юрий говорил. Это Бог дал. Если я ответил на этот вопрос, вы удовлетворены? Да, мне это... Я удовлетворен, Игорь Тихонович. Ну вот. Никакой корысти. Никакой. Притом я... Откуда деньги берет? Я про деньги не сказал. Да. Бог. Бог, а ты Бог. А кому дать? А там написано, по даты я попал. Для меня Бог дает. Ну Бог-то Бог, но как? Я еще раз говорю, Бог. Я в тюрьме. Работаю 17 лет. Иду по камерам. Выступаю по рации. Слушаю. Нет динамиков. Динамиков нету. Я введу тренерную программу. Я объявляю. Так, мне нужно примерно полста динамиков. Радио. Точек. Для тюрьмы. Утром я еду на машине, 56 динамиков уже у меня стоят на столе. Кто мне их дал? Они ожесточенные, они убийцы. А вы идете к ним? Правильно, я иду к ним. А вы не идете. Вы пойдете к ним на обед, как щекотило. Их иногда выпускают оттуда. Не всех расстреливают. Я это узнал. А которых выпускают. Их с Китаем нет договоренности, чтобы Китаю их отдать. Они вернутся к нам. А вот теперь ты или твоя жена идет там, в Кунцевском лесу. И она вернется живая. Благодаря тому, что кто-то трудился над этой душой. Каково? А преступники ко мне на дом приходят. Вы, по-моему, жить не будете. Я живу в городе, около вокзала. Однажды я вообще дверь не стал запирать и ключ спрятал. Дверь открыта. Бомжи идут с вокзала и у меня дома ночуют. Да так разве можно жить? Нельзя. У Виктории Гуго есть роман «Отверженность», из которого я Бога начал искать. Епископ так говорил. Дверь врача не должна запираться. А дверь священника должна быть всегда открыта. Я прочитал это в армии и понял. Это про меня. Так а вы говорили, надо запираться, шторки. Да, пришло время, я запираюсь и шторки. Всему свое время. Но у меня был этап жизни вот такой. Я какое место Библии не считаю, оно по мне проехалось. Почему запоминаю? Это мои. Ко мне обращена Библия. Я в Библии не нашел пока ни одного места, которое ко мне не обращается. Конкретно ко мне. Павел, мой друг, он мне написал. Петр, мой близкий товарищ, он написал мне. Вот откуда это знание и сопереживание. Некоторые говорят, Лапкин заступается за Степаненко, Максима. А за Андрея Кураева он набирает себе команду, чтобы воевать с православием. Вообще сумма сойти. Да и за кого вы этих считаете людей-то? И тут они прям в этом, в живом журнале пишут. Хорошо, что они тут не купируют. Но я не буду говорить, сколько тут уже прошли. Вот. Видишь, сколько здесь идет. Чем заниматься надо. У живого что? Считай, главное. Главное, что есть у дедушки, это живое участие и доброе отношение к отцу Андрею. Даже тревога за его жизнь. А от большинства комментов здесь веет могильным холодом. Такой контраст с роликом. Да, непрофессионально. Но вот вам определение, холодом могильным. Почему? А вы не горячие, а не холодные. Хотя могильным холодом веет. А это кто говорит так? Ну, дальше. Игнатий молодца. Отец Прододиакон должен признаться. До последних событий я вас считал демагогом. Но теперь уважаю. Понятно, что мой ролик, где я говорю об отце Андрею, он... Отцу Андрею помог. К нему меняется отношение. Притом это не один пишет так. Дальше. Благодаря старцу открывается нечто значительное. Отец Андрей, о чем не принято говорить. Действительно, надо быть отчасти баптистом, отчасти старобрядцем. И очень Христа Бога любить, чтобы разуметь старца и во многом согласиться с ним. Хорошо, что вы не только приняли его слово, но и поделились им с нами. С нами. То есть выставили, кто там, работники выставили. Вам низкий поклон за это. Вам Бог воздаст за это. Как будто это вы сказали. Благослови вас обоих любящий Господь. Понимаете. Это в живом журнале. Я выставил сегодня уже в интернете. Дай вам Бог здоровья, отец Андрей. Поезжайте. Оно и правда, что в Москве долго торчать вредно. Будет крайне по-христиански. Отец Андрей, когда приедет, поговорим. Мы такие ролики составим. У вас столько друзей. И вы прославите Бога. И те, которые вас изгнали, будут улыбаться. Скажут, нашими руками распятие произошло. А иначе бы миру не спастись. Некоторые распинатели даже и радуются. Им-то радоваться нечего. Нужно правильно этим воспользоваться. Тебя отстранили от того, что тебя связывало. Пугливо озирался. Что подумает епископ. А вы не оборачивайтесь. Я повторяю ни разу. Вот в этих книгах у меня стензора не было. Никого. Ни единого на земле. У меня только молитва. Моя совесть и Бог. Все. А теперь попробуйте опровергать. Три тысячи. Ссылок на Библию умножить на тридцать. Девяносто тысяч. А теперь посмотрите. Так это целыми пакетами шло. Дальше. Ну это про него пишет-то. Вот это пишет арка какая-то. Ничего не знал о нем. Очень благодатный дед. Я хочу. Старий дед. Вы к кому это обращаетесь-то? Я протестую. Я в наши трамваи ехал. И вот заходит бабушка кое-как села. А видно, что еще хорохорится, как я. А один встал юноша и говорит. Бабушка, садитесь. А она села и на весь вагон. Ах ты нахал такой. Да как ты мог меня бабушкой назвать-то? Да какая тебе бабушка-то? Все так смотрят на нее. Так. Какой я тебе дед-то? Деды-то за печкой сидят. Старперы. А ты за мной угони. Сколько я сегодня прошел. Сколько к сердакам лазил. У меня три голубятни. Я люблю голубей. В деревне-двезде. Даша. Такие точные характеристики дает. Долго конспектировала перлы. Но захотелось написать лишь одно. Когда люди говорят друг на друга, они не молились. Это из моего ролика она берет. Да? Настолько верно, что нечего добавить. И про отца Андрея, что это ему было нужно, чтобы перестать оглядываться. Ох, вот здорово. Так что не расстраивайтесь, отец Андрей. Скоро почувствуете себя совсем свободным. И сможете сами рассказать про скотомогильник, синедрион и прочее. А не только устами этого библейского старца. Вы видите как? Это характеристику я даю. А вы пиаритесь. Пиарюсь с вашего журнала. И будете читать и смотреть и радоваться, что вы участники. Что вы, как говорят, не задавили, не забанили их. Они могут слушать. Недавно я выстоял такое. И говорю, знаете, вы из пейджмирка переведите в такую-то систему. А одна говорит, вот это да, вот это попы пошли. Я как-то пришел тут в редакцию. Вы, наверное, самые продвинутые в интернетной версии. А я как раз ничего не знаю. У меня программисты высочайшего класса. Они со всех сторон меня пасут, тащат. Ну, я действительно сам верстал книги. Здесь верстка моя. Набор делал сам, не считая проповедей. Но это чего-то стоит. Вот сейчас у меня 4 книги по 800 страниц стихов. Каждая страница полностью заполнена. У каждого стихотворения 3467 эпиграфы из Библии. Напротив каждой строчки указано, откуда взята мысль. Одно стихотворение 36 ссылок на Библию. Чего-то стоит. Таких стихов не было. И думаю, они скоро где-то появятся. Дальше. Интересный батюшка такой. Немножко чудной. Раньше не слышала его. Но слушала с удовольствием. Я даже не знаю точно, почему я вас, отец Андрей, так люблю и уважаю. Иногда ваши слова вызывают во мне бурю различных эмоций. Но заставляют задуматься и понять многое о себе. И о христианстве вообще. Мне как-то сказали. Так Кураев же провокатор еще тот. И мне подумалось, они провоцировали бы, а не провоцировали бы нас, ленивых. Мы бы даже не размышляли бы на христианские темы. Вот так. А еще мы... Ну и дальше, кто-то говорит, еще пишет, еще. Был заинтригован теми словами про лучшего современного миссионера, которые были на лекции. Теперь с большим удовольствием посмотрел весь ролик до конца. Спасибо. Отличный дед. Хотя я лично не согласен с ним. И Степаненко по вопросу о матерях-одиночках. Матерях-то-одиночках-то. Он не пояснил просто, Максим-то. Не пояснил. Речь, конечно, должна идти только о церковных, которыми наполнена церковь. Которые без мужа сами любыми путями нажили ребенка. А не так, что осталась одна с ребенком. Муж ушел или бросил или погиб. Об этом я сейчас не знаю, кто это сказал. Ну, кажется, Дмитрий Смирнов. А вы забыли, что вот там-то у Яна Златоуста молодая, с двухлетним ребенком осталась мать Анфуса и воспитала Златоуста. Да он не об этом говорил. Мне, неграмотному человеку, недуховному, в смысле безобразования, понятно, а они не понимают, что ли. Это так просто. Вот так. И еще. Считай вот это. Его послушал. Неужели все так плохо? Это, видите, тут Федя какой-то пишет. А потом... Федечкин. Вам вместе с патриархом Клапкину. Вот лучшая рождественская сказка. Я его пригласил уже, Андрей. Я удивился, что Андрея нет скайпа. Он вчера ответил. Ну, бог даст. Дальше. Какой интересный человек. Странно, что я раньше на него не вышел. И он сказал то, что я сам хотел бы вам сказать, но не мог сформулировать. Отец Андрей, но ведь правда. Во благо же это все. Не хочется говорить банальности, но если за правое дело, если Господь с нами, то кто против нас? Кто знает, что Господь уготовил вам? Радуйтесь. Спаси Христос. Дальше. Колоритное человечище. Это Ленин сказал о Леве Толстом. А мы играли, корова где оправится и застынет, глыза называлась, не глыба. Мы пинали ее. А кто вадит, должен захватить ее. А в это время по спине глыза. Больше глыза, а не глыба. Хороший дед, полезный для всех, в том числе и для самой системы. Вот так. Надо сейчас почитать. Ну и дальше там, о чем они говорят как-то. Так, очень интересно. Очень интересно. Только в неожиданном свете сказано о Степаненко. Я сказал, Степаненко целый ролик об этом говорил и прочее. Его трогать нельзя, его копировать надо было. Дальше. Спасибо, отец Андрей. Благодаря вам открыла для себя уникальную личность в лице Игнатия. Поражает своей начитанностью. Хотя начитанность и грамотность разные вещи. Стремлением жить по Евангелию, любовью к свободе. Согласно с ним, что вам угрожает опасность. Будьте осторожны. Не знаю, как. Люди уже маленько поняли. Я на молитве молюсь. Я вчера ему уже скинули материал. О нем легко молятся об отце Андрею. Я скажу, вот есть такая последняя магиканша у Чехова. И он, у него там, у него сестра пришла. А у нее муж Елисей затюканный такой-то. И она когда ложится спать и кричит, Елисей, отгоняй мух от меня. А он, пху, ведьма заездила. Это я к отцу Андрею. Заездила он, Андрея, эта система. Его заставляли мух от них отгонять. Перед ним такое поприще сейчас откроется, когда он не будет связан. Он, отец Андрея, может этого не знает даже. Я это чувствую просто. Но ему нужно действительно, как Александр, умению быть осторожнее. Любого они могут подослать. Комсомольская правда писала. Самая страшная мафия церковная. Они ни перед чем не остановятся. Я считаю, я святых начитывал. Составлял симфонию, знаю. Чтобы отравить, они что только не делали монахи. В простору яд заложили. Но ворон прилетел и унес. Что угодно делают. Самого освященного с ломами ищут убить. В тумане заблудились. Я на златоуста сослали. А епископ Форетри с монахами на горных тропах. Затаили, ждут, где его поведут, чтобы убить. Если притарианская гвардия охраняла златоуста, я говорю, лучше попасть и саврянам в руки, чем к этим диким зверям, монахам православным. Вы еще не знаете все. Благословен Господь. Слава Богу за все. Слава Богу. Все это убираю. Давай, помоги мне.